Ну что, друзья мои, Лукашенко задумал сделать референдум в Беларуси, ни больше, ни меньше. Итак, что задумал по большому счету Синепал и зачем вот это все, все эти телодвижения он проводит? Друзья мои, все довольно просто, он хочет остаться у власти. Понятное дело, что президентом уже оставаться дальше, как бы уже не камильфо, потому что он уже, вы его то ли избирали на этот пост, то ли не избирали уже сколько там, 38 раз, да? И соответственно он уже 250 лет у вас президент и дальше уже это все как-то продлевать, это уже становится даже более тоскливо, чем в Центральной Африканской Республике или в Буркина-Фасо. И он надумал каким-то образом обойти вот этот вот момент с президентом и просто-напросто оставить себе всю полноту власти, занимая другую должность. Все, больше никакие, никакие варианты, а зачем он это затевает, не рассматриваются. То есть Лукашенко просто решил продлить свою власть. Например, он себя, я не знаю, как он там эту должность назовет новую, да, например, Великий Вождь Чунга Чанга или Перо в заднице, или там, я не знаю, Чингачгук Великий Белорус. Вот что-то типа этого. Он назовет эту новую должность и вот она будет теперь руководящей, а президентом будет какой-то там Пеп Капрыгни, такой же, как Пеп Капрыгни, он у Путина. Вот, то есть, вот, собственно говоря, это просто-напросто этот весь референдум затеян для того, чтобы вот это вот чудовище осталось у власти. Больше абсолютно ничего. Что нужно делать? Понятно, что если вы не пойдете, посмеете не пойти на выборы, судя по всему, вы загудите в ГУЛАГ местный, да, тут как бы вопросов нет, с этим понятно. Но, вы же можете немножечко нагадить с бюллетенями, да, когда вас загонят туда автоматчики в эти самые, в избирательные, так называемые, эти участки гестаповские, что вы делаете? И вот тут, кстати, вся оппозиция с этим согласна. Вы вот сколько там есть вот этих вот пунктов, да, вы все их крестиком заляпываете, делаете тем самым бюллетей недействительным и фигачите его в эту самую, в корзину, и пускай оно себе там идет. И когда там будет 97% бюллетей неиспорченных, всем будет все понятно, да. Вот, собственно говоря, и такая стратегия. Лично с моей точки зрения она абсолютно правильна. Все равно они там будут рисовать какие-то эти самые, какие-то... Понятно, что они будут рисовать, понятно, что они их будут не считать. Но все равно просочится информация, так же вот как на выборах президента, что никто за него не голосовал таки. Здесь просочится, естественно, будет полная информация о том, что 90-97% бюллетеней использования, там 3% ябатик что-то там проголосуют, да, по сути. А все остальные просто испортят бюллетени. Ну и, соответственно, всем все будет понятно, хотя и так всем все ясно. Но это как бы лишний гвоздь в крышку гроба вот этой вот прогнившей незаконной хунты. Поэтому, ребятки, не бойтесь этого референдума, ничего страшного там нет. Он такой же нелегитимный, как ваш нелегитимный. Ну, сходите, ну испортите бюллетень и всех делов. Продолжение следует...